Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы показать 6 причин, по которым не стоит искать удаленную работу на OLX. Также в конце мы выделим главную причину, то есть корень проблемы, ну и закончим его на положительном моменте. Я скажу, какие все-таки хорошие вакансии предлагаются на данном сервисе. Я решил провести парсинг объявлений OLX и делал по двум ключевым словам – удаленная работа, а также работа на дому. Просмотрел каждое объявление, потратил несколько часов и хочу с вами поделиться результатами. Первое, то что мне не понравилось, это активность мошенников. У меня на эту тему снят отдельный видеоролик, вы можете его просмотреть. И мошенники на OLX довольно неплохо себя чувствуют. Вторая причина – это продажа услуг под видом предоставления работы. Было такое объявление, где говорилось о вакансии, но когда начал вникать, то оказалось, что потенциальный работодатель, это Яна Евдокимова, на самом деле не предлагает работу. Она предлагает свои услуги за 150 гривен обучить дропшиппингу, дать базы поставщиков, программу накрутки и тому подобное. Но извините меня, если вы предлагаете услуги, так размещайте свои объявления в разделе «Услуги», а не в разделе «Работа». Тоже еще одно объявление интересное, где предлагаются схемы индивидуальные по заработку. Кстати, запомните, пожалуйста, этот слайд, потому что мы к нему вернемся, когда коснемся шестой причины. Третья причина – это забуалированные вакансии. Очень много таких объявлений, когда пишут непонятно что, льют воду, никакой конкретики, вот к примеру объявление «Предлагаю удаленную работу для всех желающих заработать дополнительно помимо основной работы». Непонятно, какая работа, какие навыки должны быть у потенциальных работников и тому подобное. Вот еще два скриншота из этой же области. И как раз из этого вытекает четвертая причина – переписка в обход системы сообщений ИЛХ. То есть объявление пишется так, чтобы не было понятно человеку и чтобы он захотел узнать детали. Интересно, смотрите, они настойчиво предлагают списываться через мессенджеры, там, Телеграм, Вайбер и тому подобное. Хотя ИЛХ предупреждает, что это опасно. Вот видите, я даже красным светом выделил это предупреждение. Проверяйте ссылки, которые вам отправляют и не переходите в сторонние мессенджеры. Общаясь вне ИЛХ, вы подвергаете себя риску. А получать эти так называемые работодатели сознательно игнорировать политику безопасности ИЛХ. Но это неудивительно, ведь если бы переписывались через систему сообщений ИЛХ и выплыло мошенничество, то можно было бы пожаловаться на того, кто разместил объявление. А так они, как бы, оберегают себя от бана. Пятая причина – дубликаты объявлений. Вот вы видите скриншот переписки. Обратите внимание на то, что выделено синим цветом. Это объявление, которое имеет разное название, ну и текст, как бы, тоже разный, хотя по смыслу, если вникнуть, то одно и то же. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, что выделено красным цветом. Видим, что отправитель Михаил, работодатель так называемый, и контактные данные, номер телефона и ник в телеграмме тоже один и тот же. То есть, по сути, это спам. И вот из-за таких горе работодателей, как бы, растет число объявлений по удаленной работе на АЛХ, и из-за этого тяжелее найти тех людей, которые предлагают реальную работу. Шестая причина – рискованные виды заработка. То есть, где под видом работы, на самом деле, предлагают занятия своего рода, как игра в казино. Вот Ники Николай, кстати, заметьте, тоже Космо у него, этот ник в телеграмме предлагает работать, сказать, делая ставки. Он даже говорит, что есть инструкция, есть абсолютно бесплатные прогнозы, есть описание, как они делают ставку. И делая ставки, якобы, можно заработать. Но мы прекрасно понимаем, что победители на тотализаторах, лотереях и тому подобных получают деньги, благодаря тому, что проигравшие люди вложили свои средства в это дело. Поэтому это, я бы сказал, просто азарт и игра, но никак это работой нельзя назвать. Но почему же все это происходит? Давайте узнаем одну из самых главных причин. Перед вами скриншот главной страницы YouTube компании OLX. И как раз вы видите, я красным цветом видел, что компания так очень горда тем, что у нее есть целых 12 миллионов объявлений. А чтобы их промодерировать, нужны сотни людей, а это значит, им нужно платить сотни тысяч гривен, поскольку никто бесплатно не будет делать. Поэтому модерация на OLX желает лучшего. Итак, делаем вывод. Некачественная модерация или ее отсутствие, в частности, вызвана большим количеством явлений. И это способствует тому, что появляется спам, есть активность мошенников и тому подобное. Но стоит сказать, что не все так печально. Есть и хорошие моменты. И вакансии, которые реально могут принести людям заработок для тех, кто желает работать удаленно. Первое – это вакансии, к примеру, операторам кал-центра или HR-менеджерам или контент-менеджерам. Поэтому их найти можно, но, к сожалению, не так легко отыскать. И исходя из тех шесть причин, которые я описал выше. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Пожалуйста, оцените этот видеоролик. Оставьте комментарий, что вы думаете по этому поводу. Мне важно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо за просмотр. До новых встреч на YouTube.